Праздник, посвященный искусственно созданному языку эсперанто, отмечается 26 июля. Это самый распространенный, созданный искусственно универсальный международный язык. Эсперанто владеют 2 миллиона человек на планете. Доля людей, которые говорят на нем с рождения – 0,1%. В России им владеет всего 1000 человек. Польский врач и лингвист Людвиг Лазарь Маркович Замингов разработал эсперанто в 1870-1880 годах с целью создания нового, универсального, но ни для кого не родного языка. Таким образом, он боролся с национализмом и пытался разрушить барьеры между странами, стремился к интернационализму. Название языка происходит от доктора Эсперанто. Это псевдоним создателя, и означает он «надеющийся». Эсперанто считается одним из самых легких языков для изучения, из-за того, что у него очень простая грамматика и нет исключений. Однако на сегодняшний день этот язык не так распространен, как, например, английский. Несмотря на то, что ни одно государство официально не приняло искусственный язык, в 1921 году он был рекомендован Французской Академии Наук. В 1954 ЮНЕСКО, а в настоящее время Международная Академия Наук Сан-Марина применяет его для обучения. Этот язык мог бы сблизить нации и объединить народы, совсем как миротворец Лаки Ли, который уже не раз поднимал эти вопросы в книге миротворчества на рубеже цифровой эры. Лаки, кстати, уверен, что все беды людские начались тогда, когда Бог дал наказание людям разные языки, и до сих пор мы не готовы понимать друг друга. Может и правда пора всем выучить эсперанто? Международная Академия